С начала года в Центр занятости города Саянска обратилось более 500 граждан. Из них более 40% это женщины, 13% граждан имеющиеся к категории инвалидности, 21% это граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного более года перерыва. На сегодня на регистрационном учете состоит 141 человек у нас, из них получающих пособие 101. Уровень безработицы в городе составляет 0,6%. Если брать среднеобластной уровень безработицы, он составляет 1,4%. Заявленная работодателями потребность в городе сегодня превышает 1800 вакансий. Из них 1500 вакансий это вакансии по рабочим профессиям. Средняя заработная плата по представленным вакансиям составляет чуть более 40 тысяч. Если брать вакансии на территории города Саянска, средняя заработная плата составляет 27 тысяч рублей. По программе реализации мероприятий содействия занятости населения Иркутской области согласно программе направлено на общественные работы у нас 20 человек. Социальную адаптацию безработных граждан прошли 22. На профессиональное обучение направлено 30 граждан на территории города Саянска. Обучаем мы на территории города Саянска, города Иркутск, Ангарск. То есть при Министерстве труда и занятости Иркутской области есть учебный центр, центр обучения содействия трудоустройству. Граждане проходят обучение. Наиболее востребованы программы 1С управления торговлей, это кладовщики, бухгалтерия, материалы, инспектор отдела кадров, кадровое отдела производства, парикмахеры, маникюр, дизайнеры. Наиболее востребованные вакансии на территории города у нас это педагогические и медицинские работники, водители автомобиля, продавцы продовольственных товаров, охранники, воспитатели, помощники воспитателя, уборщики производственных помещений, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, грузчики, электрогазосварщики. В настоящее время проводится работа по трудоустройству несовершеннолетних граждан. На сегодня у нас трудоустроено 109 подростков. С 15 числа приступает еще один строительный отряд на базе Дома детского творчества. К сожалению, небольшое количество работодателей, которые предоставляют нам вакансии для летней занятости, понятно, что это временные рабочие места. И работа с подростками, она обозначена еще и условиями труда, инструктажами по охране труда. В основном работодатели, представившие временные рабочие места для трудоустройства подростков, это образовательные, дошкольные образовательные учреждения города, это школа-интернат, Дом детского творчества, Саянский броллер. На сегодня трудоустроено 109 подростков, 25 еще планируют трудоустроиться с 15 числа. В основном это вакансии уборщика, подсобного рабочего, рабочего по комплексному обслуживанию здания, операторы, курьеры, дворники, озеленители. Возраст ребятишек, подошкольники, да? Возраст, да, это школьники, это учащиеся школ наших. Значит, в данном случае набор осуществляется и прием на работу от 14 до 18 лет. На территории города Саянска есть предприятия и организации, где присутствуют квотируемые рабочие места. Данные квотируемые места на сегодня тоже трудоустроены. Обратились у нас 20 подростков и на летний период квотируемые рабочие места представлены работодателями для трудоустройства. 20 подростков подали заявление, из них 13 трудоустроены. Остальные 7 у нас на согласовании и на прохождении медицинского осмотра. Это профилактория Кедр, это Саянский газобетон, Саянский импласт, комплексный центр социального обслуживания, Саянская городская больница, Иркутский энергосбыт. А чем этим занимаются, допустим, эти пластики? Это же подросток. Саянский пласт, ну это уборщик территории или озеленитель. То есть они высаживают цветы, поливают цветы, обрабатывают кустарники, уборка территории. Ну и подсобные рабочие, унести мебель туда, принести туда. В образовательных учреждениях это, естественно, подготовка к ремонту. Заинтересованность подростков в трудоустройстве на летний период, она, конечно, востребована на сегодняшний день. И, как я уже отметила, что, к сожалению, небольшое количество работодателей у нас обозначают вакансии временные на летний период. Хотелось бы видеть больше работодателей, привлечь внимание индивидуальных предпринимателей. Востребованность в трудоустройстве для данной категории граждан есть, она открыта, и запись на трудоустройство у нас проводится сразу после Нового года. Желание подростков трудоустроиться и иметь карманные деньги, она с каждым годом увеличивается. Дети, которые настроены, мотивированы на труд для того, чтобы более ответственно выполнить поставленную задачу и получить финансовое вознаграждение. Потому как сумма, она превалирует. Если в прошлом году мы уплатили, материальная поддержка составляла 1800, в этом году 2400, ежегодно она увеличивается. Я считаю, что это значимо. Если он получит в образовательном учреждении около 6-8 тысяч, плюс наша поддержка, то есть 10 тысяч у него будет карманных денег. На сегодня заявленная потребность работодателями более 1800 вакансий. 1506 вакансий – это вакансии по рабочим профессиям. Но хотелось бы отметить, что в 1800 еще входят вакансии вахтового метода. То есть на сегодня мы работаем с вакансиями вахтовые, то есть это не только территория Иркутской области. Данные вакансии заявлены работодателями для поиска работы граждан, которые обратились в центры занятости. Также на сегодня у нас востребованы вакансии железной дороги. Представлено более 100 вакансий. Хотелось бы отметить, что ранее, да, в предыдущие годы к нам обращались, граждане состояли на учете и получали пособие. На сегодня, к сожалению, граждан, мы видим их недовольство, когда мы начинаем направлять гражданина на работу, потому что вакансий на рынке труда сегодня достаточно. Мы предлагаем гражданину, если его не устраивает та или иная профессия, которую мы предлагаем на рынке труда, мы предлагаем ему пройти профобучение, переподготовку или повысить свою квалификацию. Сейчас по программе «Содействие занятости населения Иркутской области» до 2024 года гражданам предлагается широкий выбор. Широкий выбор. То есть рынок труда, мы говорим о том, что он диктует профессию. И оставаться на том уровне профессии, допустим, электрогазосварщика. Он был ручная сварка, да. Сейчас очень много технологий, форм, методов. Если прошло обучение год, два, три года назад, естественно, нужно повышение квалификации. Центр занятости такие услуги предлагает. Предлагает ее бесплатно. Водители. Водители сейчас требования, значит, если это большие грузы, если это длительные дальние расстояния, требования тахографа. Естественно, это все возможно. Пройти обучение, повысить свою квалификацию. Если это педагогические работники, и он желает пройти переобучение, был педагогом, стал психологом, стал логопедом, стал дефектологом, если это медицинская сестра и утратила свою профессиональную пригодность, то есть она более пяти лет не повышала свой квалификационный уровень и отсутствие сертификата, также услугами центра занятости по профобучению она может воспользоваться. Эта услуга предоставляется бесплатно. То есть просто состоять на учете сейчас, имея такой диапазон вакансий, которые представлены, я думаю, что это только низкая мотивация к труду. В этом случае тогда гражданин должен подумать. Если он готов к труду сейчас, то мы ему готовы содействовать, и эффективность нашего взаимодействия будет в его трудоустройстве. Редактор субтитров А.Семкин